31 мая стартовал основной этап для большинства выпускников – сдача единого государственного экзамена. В Ульяновской области за парты село почти 1111-классников. 326 учеников выбрали литературу, 85 ребят отправились сдавать экзамен по географии. Еще 600 человек решали задания по химии. Я сегодня сдаю химию, собираюсь сдавать русский, математику, физику. А хочу поступать больше на факультет, связанный с фундаментальной химией, с наукой. Одним из пунктов приема экзаменов выбрана 24-я гимназия. Сама процедура сдачи осталась прежней. У входа в класс, паспортный контроль и проверка металлоискателем. Воспользоваться сутовым телефоном не получится. Сигнал заглушает специальная техника. Классы оснащены камерами онлайн-видеонаблюдения. Честно говоря, эмоции у меня такие интересные. Потому что, во-первых, ЕГЭ, кто бы что ни говорил, это по большей части где-то везение, где-то удача, где-то, возможно, даже казино в какой-то степени. Но при этом я готовился два года, поэтому я в себе полностью уверен. Я знаю, что я иду писать хорошо и на высокий балл. Готовились не только школьники, но и педагоги. Сейчас на контроле у руководства пунктов проведения ЕГЭ в первую очередь здоровье детей. В каждом учебном заведении строго соблюдаются санитарные меры. Бесконтактная проверка температуры, маски, обработка антисептиком, социальная дистанция. Рассадка по аудиториям. Только 12 человек. Далее обязательно соблюдение санитарно-психологических норм при входе выпускников на территорию пункта ППЭ. Это нанесение разметки на асфальте, далее по ходу следования в здании гимназии. Более 5000 ульяновских выпускников в этом году пройдут проверку знаний. Будут задействованы 105 пунктов проведения экзамена. Следующие экзамены состоятся уже 3 и 4 июня. Ребята сдадут ЕГЭ по русскому языку.